здравствуйте всем мы продолжаем несмотря ни на что изучать машинное обучение и сегодня я хотел поговорить про один из самых популярных сейчас алгоритмов машинного обучения которые не относятся к нейросетям пожалуй второй популярности это решающие леса или случайные леса по-английски random forest ну давайте прежде чем говорить непосредственно по случайные леса давайте я скажу чуть чуть более общо потому что случайные леса являются частным случаем такого достаточно общего подхода к построению систем машинного обучения именно есть такое понятие как ансамбль ансамбль алгоритм машинного обучения и это примерно такая история что вот у вас есть несколько алгоритмов разных вы их все обучаете на одной и той же обучающей выборке и после этого как-то агрегирует их результаты результаты в смысле предсказания например если речь идет про задачи регрессии то вы просто усредняете результаты предсказания пример это довольно популярный подход довольно популярная методика давайте обсудим почему она вообще работа давайте поговорим про ансамбль в задачи регрессии например это выглядит так у вас есть один и так далее а какой-нибудь n большое это различные алгоритмы машинного обучения и дальше вы из них формируете такую штуку а ну это какой-то алгоритм машинного обучения который обучается на данных то есть один и так далее а вен это именно алгоритм то есть это что-то вроде метода к ближайших соседей или еще что-нибудь в этом роде соответственно мы его обучаем на данных получаем уже предсказывающую функцию значит вот по определению а д это будет просто например усреднение но это не единственный конечно способ агрегировать но такой вполне естественный усреднение предсказаний вот этих вот алгоритмов ну давайте чтобы было более четко давайте я скажу что-то меня я могу просто вот здесь сказать что я считаю это в точке x и тут тоже в точке x значит вот такая вот конструкция называется ансамбль соответственно если это не задача регрессия а задача классификации то вместо вот такого агрегирования можно использовать какое-нибудь другое агрегирование ну например самое простое это заставить эти алгоритмы как бы голосовать каждый из них делает какое-то предсказание предсказывает какой-то класс и дальше можно просто сказать что вот пусть те кого больше какого класса больше те и будут нашим предсказанием нашего ансамбля значит в задачах классификации можно сделать так можно сделать а д это просто мода то есть самое часто встречающиеся значения от 1 от д и так далее а и на д в целом это довольно распространенный способ создавать алгоритм машинного обучения то есть принципе вы можете просто взять разные концептуально разные алгоритмы и попробовать их вот так вот как-то посмешивать но в принципе не обязательно даже чтобы это было вот такое вот усреднение с равными весами вы их можете с разными весами например усреднять но давайте попробуем понять а почему это вообще работает почему это хорошая идея но если говорить неформально то можно сказать так что разные алгоритмы они могут вытаскивать из наших данных как бы разную информацию смотреть на данные по-разному вытаскивать из них разную каждый из них будет вытаскивать каждый свою полезную информацию и дальше в листате агрегирования у нас качество предсказаний на отложенной выборке на тех данных на которых мы не научились она будет взрастать но с точки зрения форматного анализа и это выглядит так это все основано на том же самом разложении на шум смещения разброса которым мы говорили с вами когда-то на первых занятиях почему работает давайте сейчас для простоты предположим что во первых будем рассматривать задачу регрессии просто задача классификации там сложнее вычисление и давайте для простоты сейчас такой модельный пример рассмотрим пусть вот у меня 1 от x равняется значит давайте возьмем значит вот у меня а 1 от d от x значит мне сейчас d это как бы обучающий значит обучающая выборка которая является случайной величина но опять же мы снова возвращаемся в ту историю когда вот у нас есть какой-то процесс генерирования данных которого мы не знаем с помощью из которого мы теоретически можем получать много обучающих выборок и вот как то они начнут нас есть какое-то распределение этих обучающих выборок и дальше мы считаем что вот d это как раз какой-то 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 случайно обучающий выборка и дальше я могу вам значит посчитать мат ожидания от всего этого дела давайте сразу здесь напишу а это давайте считать что вот у них у всех мат ожидания одинаковая пусть у нас у них у всех мат ожидания равняется мю от x и давайте тоже для простоты считать что дисперсии у них тоже одинаковы равняется какому-нибудь там сигма квадрат от x вот и давайте сравним то каковы ошибки предсказания одного такого алгоритма и вот такого ансамбля вот такого танцам значит ну что нам нужно понять опять же у нас наш ожидаем ошибка предсказания она делится на шум смещения разброс шум мы никак не контролируем он зависит только от метод генерирования данных то есть он зависит только от случайной величины которая породила новую обучающую выборку и поэтому здесь никакого за ним особо следить не нужно давайте посмотрим что будет происходить со смещением и разброс начну во первых если посмотреть на мат ожидания а от x то чему она ровно если мы считаем что всем от ожидания каждого а этого давайте а от x x у меня фиксированных какое-то конкретное число а д это случайная величина чему равняется тоже мю от x тоже мю от x просто потому что мы усредняем случайной величины с одним и тем же мат ожиданиям понятно что при усреднении просто в силу линейности мат ожидания при усреднении ничего ничего не меняется вот а теперь давайте смотреть на дисперсию что вы знаете про дисперсии такой штуки что-то нас дисперсия вот такой вот сумму ну вот это не факт потому что смотрите я пока что я пока что ничего не говорил про то как эти алгоритмы друг с другом связаны да это как раз важный момент начну вот представьте себе что если вы используете один и тот же алгоритм в качестве 1 и так далее в качестве а и понятно что никакой разницы брать а один например или вот такой вот или вот такой вот смесь не будет это будет в точность одно и то же одно и то же предсказание поэтому тут возникает важный вопрос о том значит как они друг с другом скоррелированы но формально но что мы получаем значит нас получается единицы на n квадрат дисперсия и здесь должна быть сумма 1 x плюс и так далее плюс n большое от x чем равняется дисперсия суммы случайных величин если они не являются независимыми во-первых до сумма дисперсия значит у нас получается 1 1 x до плюс удвоенная сумма и давайте напишу и больше же ковыряться а это x нажито скобочку забыл закрыть вот значит все вот эти вот товарищи у нас равны друг другу все эти вот товарищи это просто сигма квадрат от x их тут будет n штук а вот этих вот слагаемых ну их примерно n квадрат штук на самом деле n квадрат минус n пополам да но и да и окей я с одной стороны давайте я сделаю ваш давайте просто двойку уберу а здесь просто напишу вот так и будет и будет хорошо значит вот этих вот товарищей n квадрат минус n штук то есть смотрите что получается значит если вот эта слагаемая маленькая если она типа 0 то у нас здесь возникает значит у нас здесь возникает умножение на n и деление на n квадрат то есть у нас дисперсия становится маленькой уменьшается при увеличении n большое а если вот эти вот штуки они не нулевые а какие то например если у нас все ашки просто одинаковые то тогда вот эти вот штуки просто равны сигма квадратам и тогда мы получаем что у нас этих вот n квадрат штук их в общем они дают они дают вклад который не позволяет благодаря увеличению n большого уменьшать вот эту вот штуку то есть если если а это и ажиты не скоррелированы или слабо скоррелированы то дисперсия уменьшается значит разброс иначе не уменьшается сохраняется ну я неформально пишу формальное утверждение это вот та формула которая выше это и не кто ее а вот можно еще вот уточнить у нас же мы ковыряться можем оценить просто там неравенство игр и получается она же всегда просто ухудшиться просто не может дисперсия ну ухудшиться да ухудшиться я думаю что она не может самое плохое что может произойти это если все это если все ашки одинаковые и тогда дисперсия просто не изменится вот ну в общем чем у нас учат чем у нас учат вот эта формула и вся история про разложение ошибки на шум смещение разброс ну во первых то что усредняя мы не увеличиваем раз мы не увеличиваем смещение потому что ну смещение определяется как разница между вот этим вот мотожиданием и каким-то правильным правильным ответом и это смещение она вам не меняется просто потому что вот это слогами не меняется при этом если мы добьемся того что наши алгоритмы не скоррелированы это как раз как бы вот это вот формализация утверждения о том что они используют разную информацию из наших данных если это так то мы можем уменьшить можем уменьшить разброс и тем самым уменьшить ошибку предсказания вот и вот эта вот идея построения сам и так хотим строить 1 и так далее а.н. так чтобы они были не скоррелированы максимум вот и хотим мы строить в промышленных масштабах то есть мы хотим чтобы ну то есть можно конечно не в промышленных можно делать и штучное производство то есть вы можете просто взять три допустим метода и их усреднить и это возможно что это будет работать там если вы откроете допустим кэгл знаете про кэгл это такой сайт на котором разные люди из разных стран соревнуются в построении модели машинного обучения для каких-то конкретных датасетов вот если вы посмотрите на какие-то решения в кэгле то возможно что вы встретите какие-то ну я не знаю по крайней мере на каких-то конференциях я слышал историю про то что вот я взял такой алгоритм потом подмешал к нему там одну десятую такого алгоритма и в общем все это хорошо заработало что позволило мне там увеличить какой-нибудь рок-аук на 0 0 1 и занять первое место потому что этого хватило вот ну в общем такое возможно но мы сейчас хотим делать как бы много этих алгоритмов как-то автоматически промышленных масштабов а как мы сможем добиться того чтобы у них сигма были одинаковые ну смотрите вот то что я сейчас здесь написал это скорее такой модельный пример то что у них одинаковые мюшки то что у них одинаковые сигмы это предположение этого модельного примера но на практике в принципе но там даже если у них сигма будут не одинаковыми все равно усреднение приведет к тому что ну сейчас что бредит кусочки почему может привести усреднение а значит все равно ну вот теоретически если у вас даже есть разные какие-то сигмы все равно вы можете вот если у вас если у вас эти штуки не скоррированы но все равно можете добиться того чтобы в результате допустим разброс получающегося алгоритм был бы меньше даже чем у наименее дисперсного алгоритм из тех которые вы использовали то есть ну просто представьте себе что здесь стоит не одно и то же число несколько чисел но если если у них дисперсии не растут с увеличением n большого то в принципе вот это вот вот это вот деление на n квадрат должно позволить вам все равно мне сделать модель с меньшей дисперсии с меньшим разбросом вот итак значит ну вот ключевой вопрос сейчас как бы вот это сделать главное что мы хотим чтобы они были бы не слишком скоррелированы и тут применяются две идеи и первая идея называется бэггинг значит бэггинг это кажется расшифровывается как будет страйп агрегатинг хотя мне хочется думать о том что это происходит от слова бэг мешок но я не знаю как не уверен что это правильно интерпретация вот что такое бэггинг бэггинг это как раз способ построения нескольких алгоритмов машинного обучения который в общем ничего не требует потому что он работает не с алгоритмом машинного обучения он работает с выборкой с обучающей выборкой и идея здесь такая довольно простая изящная собственно говоря мы начинаем с процедура которая называется bootstrap что такое bootstrap bootstrap это порождение новых выборок путем как это по-русски называется sampling with replacement в общем выбора с возвращением что это такое вот у вас есть ваша исходная обучающая выборка исходная табличка исходные данные значит вот у вас есть поставить по строчкам я пишу объекты вот у вас их тут сколько то есть ну а по столбцам у нас будут наши переменные значит давайте я скажу что здесь у меня будет n объектов и это исходная обучающая выборка ну соответственно если вы думаете про курс валидацию то это train для начала дальше значит что вы делаете дальше дальше вы просто берете и как бы считаете что все объекты ваши обучающие выборки они сложены в один большой мешок и вы просто перемешиваете элементы в этом мешке и случайным образом достаете один элемент и записываете его на первое место в вашем вашей новой выборки это новая выборка и вот я записал сюда какой-то из элементов моей старой выборки а дальше я возвращаю этот элемент в тот же мешок и основа все перемешиваю и снова выбираю случайными ну что это означает это означает что в качестве второго элемента моей новой выборки может попасться в том числе этот элемент который я только что выбрал или не только что на предыдущий предыдущий разы выбрал сегодня тоже элемент может быть выбран несколько раз ну давайте допустим вот мы на втором месте случайно попался вот этот элемент на третье место случайно попался вот этот элемент который мы уже выбирали вот такое вполне себе возможно и дальше вы делаете театрически можно делать по-разному но стандартный подход состоит в том что вы делаете новую выборку которая по размеру будет такая же как старт можете делать больше это будет называться оверсамплинг можете делать меньше это будет называться андаш семплинг в некоторых ситуациях это тоже может быть полезно полезное дело но по умолчанию мы делаем такую же выборку какая была по размеру ну вот из-за того факта что какие-то объекты могут быть выбраны несколько раз ну фактически чем отличаются новая выборка от старых но она отличается тем что просто какие-то объекты могут быть случайным образом продублированы может быть два раза может быть больше раз а какие-то другие объекты могут вообще не попасть в новую выборку может так статься что вот этот вот объект вообще ни разу не попал ну и в принципе это такая типичная ситуация что у вас значит какие-то объекты просто не попадают новую вот к чему приводит эта процедура но во первых она позволяет создавать поскольку она такая полностью андомизированная она позволит создавать много обучающих выборок которые с одной стороны будут похожи на исходную выборку с другой стороны но ровно из-за того что какие-то элементы могут не попасть в новую выборку они будут все-таки другими то есть как бы статистические свойства у них очень похожи например там средняя среднее значение всех мод ожиданий допустим сохраняется дисперсия там по этой выборке будет близко к исходной дисперсии опять же в среднем но какие-то какие-то конкретные элементы конечно могут не попасть в новую выборку это позволяет создавать вот эту самую араномизацию не скоррелироваться соответственно процедура бэггинга устроена так значит у вас есть какой-то алгоритм машинного обучения а давайте я напишу а со значком w они обычно называются в их лернерс значит какие-то базовая базовая алгоритм машинного обучения который мы будем использовать давайте это будет какой-то алгоритм машинного обучения дальше вы из исходных данных генерируете много новых датасетов с помощью бэггинга и дальше вы говорите что вы просто один и тот же алгоритм обучаете на этих датасетах значит давайте так напишу а от d от x это будет скажем усреднение ну и опять же или другая агрегирующая функция это может быть не обязательно среди него взятие медиана это может быть взятие моды если это речь про задача классификации но я пишу я пишу усреднение для простоты анализа значит усреднение вот такая вот штука значит здесь будет w вот значит вот тот алгоритм который получается называется ансамблем значит конкретно ансамблем под названием беггинг над вот этим алгоритм который у нас здесь который у нас здесь есть давайте я приведу пример который на практике кажется не используется но зато про него легко думать давайте подумаем о том что такое беггинг над методом одного ближайшего соседа вот давай читать что мне задача задача регрессии и вот у меня есть какая-то обучающая выборка на читать что у меня одномерно признаковое пространство чтобы было проще и у меня есть какой-нибудь объект значит я беру какое-то какое-то значение x допустим вот такое и давайте считать что вот у меня n очень большое давайте подумаем что будет происходить чему равно предсказание вот такого беггинга над методом одного ближайшего соседа то есть вот сейчас у меня мой базовый алгоритм мой with learner это просто метод одного ближайшего соседа значит каким будет предсказание вот в этой вот точке x ну то которое по высоте ну как бы как зеленая точка ближайшая которая справа от пунктира это будет значит но вы считаете что вот это вот будет предсказание всего всего ансамбля нет скорее всего предсказание это будет некая средняя линия вот сего средняя прям вот совсем средняя среди между всеми этими точками ну наверно давайте располагаем а точке из нашего обучающей выборки по степени близости давайте хорошая идея значит у нас вот эта вот точка будет самая ближайшая первая вот эта точка будет вторая там допустим вот это третье вот это четвертое вот это пятое с учетом того что у нас n сильно будет много больше единицы то вероятность непопадения каждой точки в выборку выборку дит равно 1 е да примерно так значит это действительно хорошее упражнение посмотреть посмотреть вот для конкретного очень хорошее упражнение такое вот давайте посмотрим на вот эту процедуру и зададим такой вопрос какова доля тех точек которые вообще не попали в новую выборку значит она будет как раз она будет как раз примерно 1 е ты это правда потому что мы мы выбираем что означает что вот конкретно вот эта вот штука не попала в новую выборку это означает что она не попала при выборе первого элемента не попала при выборе второго элемента не попала при выборе третьего элементы и так далее, не попало при выборе элементов с номером n большого. Значит, вероятность не попасть на одном шаге равна Продолжение следует... Извините, у вас звук выключен. Так, все, теперь я совсем вернулся. Теперь у меня должно быть не только видно, но и слышно. Значит, я говорил вот о чем. О том, что... Давайте посмотрим еще раз на вот эту вот штуку. Значит, вероятность для объекта и не попасть в новую выборку. На одном шаге равняется 1 минус 1 единица, деленная на n большая. Согласны? Значит, он попадает в новую выборку, вот когда я выберу первый элемент. Вот конкретно этот элемент сюда попадает на первое место с вероятностью 1 единица делить на n большая, значит, не попадает с вероятностью 1 минус 1 делить на n большую. Значит, за n шагов, поскольку выбор независимый, то нужно просто возвести в степень n большую, и при больших n эта штука будет стремиться к единице на e. То есть, это означает, что в новой выборке у нас будет, не войдет в новую выборку примерно треть старых элементов. Вот. Теперь давайте вернемся действительно вот к этой вот штуке. Значит, что мы получаем? Что с вероятностью примерно 2 трети у нас в новую выборку попадет этот элемент с номером 1. Что это значит? Какое тогда будет предсказание? То есть, это означает, что из вот этих вот n большого, значит, из n большого выбора, который мы будем использовать, у нас примерно 2 трети будут содержать вот этот элемент. Какое будет предсказание в этих, значит, для этих лернеров? Ну, благо, координата по y 1. Да, ну, вот это, вот это самая координата. Да, ну, и 2 трети. Что дальше? Ну, соответственно, с вероятностью 1 делить на e умножить на 1 минус 1 e, то у нас не будет единицы, но будет двойка. Да, дальше нужно рассмотреть, значит, вот в остатке, в том остатке, который размером примерно 1 треть, нужно рассмотреть случай, когда вот этот элемент есть. Если он есть, то у нас предсказание, значит, если вот этого нет, а вот этот есть, то у нас предсказание будет такое, как здесь. Да, потому что, когда мы обучались, мы вот этого элемента вообще не видели, и для нас, ближайшим соседом к вот этому x будет вот этот вот элемент с номером 2. Поэтому, на самом деле, у нас предсказание ансамбля, ну, смотрите, что получается? Получается, что оно такое взвешенное, это такая взвешенная средняя, что вот эту вот штуку мы берем с весом примерно 2 трети, вот эту штуку мы берем с весом примерно 1 треть умножить на 2 трети и так далее. Чем дальше, тем меньше вес. Просто потому, что вот среди вот этих вот тех лернеров, которые мы обучим, среди них будут те, которые выдают в качестве предсказания вот этот элемент, вот этот элемент, вот этот элемент и так далее. Поэтому получается, что когда мы делаем бейгинг над методом одного ближайшего соседа, мы фактически получаем такой метод как бы L ближайших соседей, как у вас в домашке было, помните, у вас там был взвешенный метод К ближайших соседей, но на самом деле не К, а вот прям сразу всех. Теоретически может так оказаться, что у нас вообще каждый раз попадает только вот этот пятый элемент в новую выборку. И значит предсказание вот такое. Вероятность этого маленькая. Вот как понятно это, как это все работает. значит получаем такое взвешенный метод ближайших соседей. Вот. Ну, понятно, что никто так не делает, ровно потому, что если бы я хотел взвешенный метод К ближайших соседей, я бы сделал бы взвешенный метод К ближайших соседей, мне не нужно заморачиваться с вот этим вот бэггингом. Извините, вот ближайшие соседи это уже не К, а именно все получается, правильно? Именно все, да-да-да. Я поэтому не стал писать К ближайших соседей, я писал просто ближайших соседей. Вот. Ну, я говорю, как в домашке было, там нужно было реализовать метод К ближайших соседей и нужно было реализовать метод, где вы учитываете всю выборку, просто чем дальше, тем меньше вес. Вот. Окей. Ну, на самом деле, еще хорошая вещь, над которой можно подумать в связи с этим, это как все это будет работать с линейными моделями. и насколько осмысленно использование бейгинга с линейными моделями. Ну, короткий ответ примерно никак не осмысленно, потому что в силу линейности, когда у вас все будет усредняться, вы не получите на самом деле никакого преимущества. У вас будут такие же предсказания, как на неусредненной выборке. Ну, примерно. Ну, ладно. Давайте теперь перейдем уже к более настоящим методам, а именно это, собственно говоря, random forest, ради которого я про все это рассказываю сейчас. Значит, random forest метод случайных лесов. Ну, во-первых, поскольку, как легко догадаться по названию, раз forest, значит, мы его будем выращивать из деревьев. И в первом приближении случайный лес очень похож на бейгинг над деревьями, но в нем есть дополнительные дополнительная штука, которая как раз его отличает от просто бегит над деревьев. Значит, бегинг над деревьями плюс случайный выбор признаков признаков в листе. То есть, смотрите, вот одна из процедур, которая нам позволяет декоррелировать наши предсказательные алгоритмы, это бегинг. Ну, вот, собственно говоря, по этому примеру видно, что он, в принципе, в какой-то мере работает. То есть, за счет того, что мы генерируем новые выборки, за счет того, что у нас алгоритмы обучаются все-таки немножко по-разному, пусть они обучаются на выборах, которые довольно-таки похожи, но сам факт наличия конкретного элемента в выборке уже становится таким размытым, он то есть, то нет. И это приводит к тому, что мы хоть чуть-чуть, но все-таки уменьшаем разброс в наших предсказаниях. Случайные леса идут дальше в этом деле, и они добавляют еще одну случайность, не только случайный выбор признаков, не только случайный выбор объектов в ходе бэггинга, но и они дополнительно делают следующее. Значит, вот в тот момент, помните, как дерево строится? Мы когда строим дерево, мы каждый раз должны выбирать вот эти предикаты, которые выглядят как мы должны сравнить х и тжито, нет, да, х и тжито нужно сравнить с тжито. И дальше, допустим, это будет х и т первое, нужно сравнить с т первым. Дальше, допустим, нужно будет сравнить как-нибудь вот так. То есть, каждый раз нам нужно выбрать, по какой переменной мы делаем разделение. И идея случайного лица состоит в том, чтобы добавить рандомизацию в то, какие переменные нам разрешено выбирать, когда мы формируем очередной предикат. А именно при переменной давайте так, перед выбором очередного предиката. что значит выбрать предикат? Это означает, что мы выбираем выбираем и житое, и тжитое. Нужно выбрать подмножество разрешенных признаков. и выбирать лучший и житый только из них. Обычно, когда мы строим дерево, мы перебираем все возможные признаки на предмет того, какой из них лучше всего разделяет нашу выборку. Может так оказаться, что у нас задача классификации устроена. Ну и тут понятно, что лучше делить по вертикали, а не по горизонтали. По горизонтали ничего толком не отделить. Но мы как бы искусственно усложняем себе жизнь. Мы говорим, что мы случайным образом запретим сами себе выбирать в качестве вот этого разделяющего признака. Ну вот какие-то признаки просто каждый раз будем запрещать выбирать. Как это подмножество выбирать? Ну оно выбирается случайным образом. по крайней мере в классической версии. Ну а дальше есть всякие опять же эвристики на тему того, насколько оно должно быть большим. Типа может быть, что допустим вы можете сказать, что оно каждый раз просто будет составлять половину от всех признаков. Или там еще какой-то коэффициент выбрать. Есть какие-то параметры по умолчанию. Сокетлерн наверное они неплохо работают, раз они были выбраны параметром по умолчанию. Но в принципе можно с этим тоже подбирать в процессе обучения, в процессе выбора гиперпараметров. Это вот один из гиперпараметров, которые вы можете трогать. гиперпараметры. Ну и соответственно что это дает? Это дает некоторую дополнительную рандомизацию и дополнительный способ декоррелировать ваши предсказания. Просто если у вас какая-то идея, что если какой-то из алгоритмов слишком сильно переобучается, потому что какая-то переменная на каком-то шаге слишком хорошо разделяет вашу обучающую выборку, но это на самом деле результат какого-то шума, то вот благодаря вот такой перестраховке по крайней мере часть из этих алгоритмов, которые вы учатся. По крайней мере часть из них будет в этом месте не будет переобучаться. И собственно говоря, в первом приближении все. То есть это не артик какая-то сложная штука. Чем случайно леса хороши? Случайно леса не всегда дают самый лучший результат. Опять же, если вы зайдете на Кэггл, то скорее всего вы сейчас, если брать табличные данные, если брать мир, который не касается нейросетей, то скорее всего у вас там в топе будут не случайные леса, а какая-нибудь версия градиентного бустинга. Про градиентный бустинг мы поговорим в следующий раз. Но решающие леса очень хороши тем, что они ужасно простые и ужасно удобно обучать, потому что вот этот процесс порождения большого количества деревьев он происходит совершенно независимо. То есть вы можете, допустим, у вас есть 100 процессоров, и вы можете на каждый из этих процессоров повесить по генерированию своего дерева, и они вам в 100 раз, благодаря тому, что их 100 штук, они вам в 100 раз ускорят по сравнению с одним процессором процесс генерирования этих самых деревьев. Хорошо распараллеливается, быстро работает, и быстро можно предсказания получать. В общем, в этом смысле хорошая штука. Какие есть минусы у случайных лесов? Один из минусов состоит в том, что они не очень-то интерпретируемы. Когда мы говорили про, например, линейную регрессию, логистическую регрессию, там была какая-то интерпретируемость, то есть мы могли объяснить, как эта штука работает, мы могли сказать, вот смотрите, вот у нас есть признак, значит, этот признак учитывается в итоговом скворе с таким-то весом, с таким-то знаком. То есть мы говорим, что вот мы видим, что увеличение, то что если человек смотрел много видео, то это означает, что у нас больше вероятности в таком роде. Но при этом мы можем посравнивать разные признаки, сказать, что вот видео влияет, но допустим не слишком сильно, а скажем, какое-нибудь делание домашних заданий влияет гораздо сильнее, что-нибудь в таком роде. Мы можем такого типа, какого-то такого типа анализ проводить, просто глядя на коэффициенты соответствующих регрессий. И мы могли бы объяснить заказчику или регулирующему органу. Допустим, если вы банк, то возможно, что вам нужно не просто принимать решение о том, кому выдать кредит, а кому не выдать кредит, но и еще отчитываться перед проверяющими органами, что вы не занимаетесь какой-нибудь нехорошей дискриминацией, а принимаете решение исключительно каким-то экономическим соображением. И в этом смысле, когда у вас есть модель, про которую понятно, как она работает, это вам сильно упрощает жизнь. С решающими деревьями тоже понятно, если это дерево не супердлинное, не супербольшое, то можно просто нарисовать и тоже увидеть, как оно работает. Вот принимаются такие конкретные решения. Здесь больше, здесь меньше, все понятно. Когда у вас есть целый решающий лес, тут с интерпретируемостью становится сложно, потому что характерное количество деревьев в решающем лесу, это может быть тысяча. деревьев рисовать дело довольно гиблое. Но что можно сделать с интерпретацией? Из интерпретации есть такая штука, как фичи импотенс, важность признаков. Есть разные способы мерить эту самую важность признаков, но в принципе мы хотим понять в процессе построения наших моделей, какие признаки использовались, дали нам больше информации про предсказания, какие признаки были нам важны в большей степени. И есть разные способы это делать, вычислять эту самую фичи импотенс. Например, можно первый, самый простой способ это просто посчитать сколько раз признак использовался. при построении деревьев. То есть, если вы каждый раз делите по одному и тому же признаку, то можно предположить, что этот признак на самом деле является важным. до рандомизации мы считаем сколько раз использовали. Нет, но поскольку рандомизация не дискриминирует никакие признаки в целом, в среднем, поскольку рандомизация происходит в каждом дереве и более того, даже при построении каждого узла каждого дерева, мы рандомизируем признаки заново, то ни один признак не обижен больше, чем другой. У них, конечно, у всех меньше вероятности быть выбранными, но у всех поровну. Поэтому метрика просто вот такая. То есть, это после построения леса? Ну, вот как, ну, 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 вот, да, вот вы построили лес, а дальше вы можете посмотреть, сколько раз вот в этом построенном лесу, вот в скольких, в скольких вот этих вот предикатах встречается признак X1. Вот если он, например, вообще ни разу не встречается, то и зачем он вам нужен? Он вам совсем, он вам совсем не важен для вашей модели. А если он постоянно встречается, то, наверное, это свидетельство о том, что он в большей степени важен, что вы из него, как бы, больше информации извлекаете. Вот. И это первый подход. Второй подход чуть более тонкий, а именно он вот такой. вот давайте представим себе, что я, когда я строю дерево, я могу в любой момент оборвать это построение и сказать, что, ну, вот давайте, вот давайте посмотрим, например, вот у меня сейчас здесь какое-то дерево построено, я могу оборвать вот здесь процесс построения и сказать, что вот я после вот этого момента буду уже делать предсказание. Ну, то есть, фактически, у меня вот здесь вот будет одно предсказание, Вот здесь будет другое предсказание. Соответственно, у этого предсказания есть какое-то качество, которое конкретно в случае деревьев считается по теме impurity function, которую мы обсуждали в прошлый раз, если речь о задачах классификации. Ну или просто по RSS, если у вас задача регрессии, и вы хотите использовать квадратичную функцию потерь. И дальше можно сравнить. Вот, например, у нас было дерево. Допустим, у нас было дерево вот такое, а потом мы взяли и построили дерево вот такое. И когда мы его построили, и тоже теперь смотрим на предсказание вот такого вот дерева. И когда мы его построили, мы использовали вот этот признак, который вот здесь написан. И предполагается, конечно, что... То есть не предполагается абсолютно точно качество того предсказания на обучающей выборке, которое у нас возникло после того, как мы вот эту вот штуку добавили к дереву. Оно, конечно, улучшилось. Ну, ровно потому, что у нас жадный алгоритм, он каждый раз улучшает качество предсказания на обучающей выборке. Вот, и мы можем посмотреть, насколько сильно оно улучшилось. И мы можем сказать, что вот то, насколько сильно оно улучшилось, это и есть вклад, ну, это часть вклада вот этого, того признака, который мы использовали вот в этом листе. Вот, и это второй способ мерить фич импотенс. Значит, насколько улучшается... Ну, давайте я напишу так. Насколько уменьшается, допустим, РСС при построении дерева в результате добавления этого признака. в результате добавления листа. Не листа, а как это называется. Ладно, давайте я напишу узла. Или предиката. С этим признаком. Да, то есть как бы вклад каждого признака – это сумма, сумма уменьшений RSS или какой-то другой Mpurity Function, который он дает, когда вот вы добавляете его в дерево. Когда вы добавляете предикации, эти признаки в дерево. Понятно объяснил или не очень? А вот у леса, получается, у каждого дерева это считается, и потом... У каждого дерева, да. У каждого дерева, да, потом все это тоже усредняется. Вот. Ну, значит, вот эти вот два метода, они довольно популярны. Ну, собственно говоря, кажется, в Scikit-learn как раз они там по умолчанию реализованы. Но у них есть свои тонкости. Дело в том, что если у вас, например, ну вот смотрите, вот если у вас есть категориальный признак, то как его учесть вот в этой вот модели построения деревьев или там лесов, или еще что-нибудь основанное на деревьях. Ну, есть разные подходы. Я не знаю, на семинарах обсуждали всякие разные энкодеры. Значит, как можно кодировать категориальные признаки в виде числовых. Был что-нибудь такое? Label encoder, one-hot encoder? Все молчат, потому что было, или все молчат, потому что не было? Так, хорошо, давайте так. Если вы знаете, что такое one-hot encoder, скажите об этом. Хорошо. И я снова вернулся. Так. Мой последний вопрос был про всякие энкодеры. Кто знает, что такое one-hot encoder? Знаю. Это вы знаете из семинаров или из самообразования? Не из семинаров. Не из семинаров. Хорошо. Так, а кто знает, что такое one-hot encoder из семинаров? Семинаров не было, по-моему, нет. Не было еще. Не обсуждали. Не обсуждали. Окей, тогда давайте я скажу. Значит, давайте небольшое отступление. Я просто хотел сказать, чем вот эти вот штуки могут быть плохие, но это как раз проще объяснять на примере категориальных признаков. Значит, деревья и... Не обязательно деревья. Вообще, категориальные признаки. Что с ними делать? Значит, категориальные признаки – это признаки, которые, ну, там, типа образование или город, или страна, или еще что-нибудь в этом роде, которые не числовые, а которые принимают какое-то конечное количество значений. И категориальные признаки бывают упорядоченными, а бывают нет. Например, образование – это более-менее упорядоченный признак. Он не числовой, но там, по крайней мере, понятно, что высшее образование – это штука, которая больше, чем средняя. А средняя – это больше, чем ничего. Но бывают неупорядоченные категориальные признаки. Это когда у вас просто, ну, допустим, город, что-нибудь в этом роде. И дальше, поскольку в основном алгоритмы машинного обучения работают с числами, нам нужно как-то уметь преобразовывать категориальные признаки в числовые. И есть такие два наиболее простых способа это делать. Значит, есть штука, которая называется Label Encoder. Это штука, которая просто каждому значению, каждому значению категории, вот, допустим, у вас есть образование. И, допустим, оно бывает отсутствующим, средним, незаконченным, высшим. И высшим. И Label Encoder просто присваивает и каждому, каждой из этих категорий, какое-то число. Как-нибудь вот так. Значит, в принципе, чтобы Label Encoder присваивал осмысленные числа, ну, хорошо бы, чтобы ваша категориальная переменная была бы упорядоченной. Иначе совсем непонятно. И, ну, и понятно, что хочется, чтобы вот эти чиселки бы, они присваивались бы в осмысленном порядке, согласованном с порядком на самой следующей переменной. Значит, если вы используете какую-нибудь регрессию, линейную регрессию или логистическую регрессию, то даже если у вас вот эта вот переменная упорядоченная, все равно использовать Label Encoder может быть не совсем корректно. Потому что, ну, вот когда вы здесь написали число 0, 1, 2, 3, что это означает? У вас, как бы, если у вас эти числа используются в какой-то арифметике, то это означает, что, ну, там, например, разница между высшим и незаконченным высшим образованием, вот при таком кодировании, обязательно равна разнице между незаконченным высшим и средним. Хотя не очевидно, что это так с практической точки зрения. Или, например, она же равна разнице между средним и отсутствием. Совершенно не факт, что вот эти вот три разницы должны быть одинаковыми с точки зрения каких-то предсказаний, с точки зрения эффекта на целевую переменную. Но в некоторых ситуациях Label Encoder используется. В частности, он используется с деревьями. То есть, в принципе, вы можете вот здесь вот просто считать, что вот эти вот иксы – это просто какие-то вот такие вот метки, числовые метки каких-то категорий. Ну, поскольку у нас здесь нет никакой арифметики, а у нас есть только сравнение, то, в общем, это не очень страшно, что там какие-то… Ну, это вообще не страшно, что здесь разности получаются одинаковыми, потому что мы не считаем нигде эти разности. То есть, как бы, тот произвол, который у нас здесь есть, он только именно вот в выборе порядка. Но если у вас переменная изначально упорядоченная, то все вообще хорошо. Если у вас переменная изначально неупорядоченная, ну, с одной стороны, вы можете использовать тоже Label Encoder и надеяться на то, что тот порядок следования чисел, который у вас получится, что он будет каким-то тоже осмысленным. Или что его неосмысленность не будет слишком сильно вредить вашей модели. Другой подход состоит в том, чтобы использовать OneHotEncoder. Значит, что делает OneHotEncoder? Он категориальную случайную величину, категориальную переменную, он преобразует в несколько числовых переменных, которые принимают значение 0 или 1. Ну, то есть, например, вот у меня есть город, и, допустим, он бывает Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом. И вы можете добавить, значит, вы можете вместо этой категориальной переменной добавить три числовые переменные. Значит, одна будет называться город Москва, другая будет называться город Санкт-Петербург, третья будет называться город Екатеринбург. И, соответственно, если у вас город равен чему-то из этого, допустим, город Москва, то тогда здесь будет единичка, а здесь будут нолики. Если у вас город Екатеринбург, то у вас здесь будут два нолика, тут будет единичка и так далее. Все-таки, образом, заменяете одну категориальную переменную на несколько числовых. Тут уже нет проблемы с тем, что вы навязываете модели какой-то порядок, потому что вы его не навязываете. Из-за того, что вы добавляете несколько переменных, понятно, что вот этот вот вектор, он не хуже и не лучше, чем вот этот вектор. Не больше и не меньше. Просто это два разных вектора, которые смотрят в разные стороны. И это такой подход, который используется в регрессиях. Кстати, вот как вы думаете, если у вас просто обычная линейная регрессия, и вы применяете вот такой вот one-hot encoding, как я показал, добавляете три вот такие вот столбца, хорошо это будет для линейной регрессии или плохо? Это обычная линейная регрессия. Вот просто метод наименьший квадрат. В зависимости от того, насколько другие признаки меняются. А давайте считать, что у вас вообще никаких других признаков нет. Вот есть единственный признак, это город. И вы, значит, из вот этого вот, из единственной колонки с городом генируете три вот такие колонки и скармливаете, ну и какая-то целевая переменная. Да, и скармливаете все это просто линейной регрессией. Что произойдет с линейной регрессией? Подсказка, ничего хорошего не произойдет, линейная регрессия сойдет с ума. Вопрос, почему? Почему? Ну, по сути, у нас три алгоритма будет. Первый, который предсказывает, является ли это маской. Нет, 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 сейчас, да, простите. Значит, я сейчас считаю, что у меня город, это не тот признак, который мы предсказываем. Это не целевая переменная, а это один из признаков, по которому мы предсказываем. А целевая переменная какая-то другая, какое-то число. И давайте еще считать, что у нас есть признак, который состоит просто из единичек. То есть мы делаем такую вот линейную регрессию, в которой есть какой-то нулевой вес, плюс W1 умножить на переменную, которая называется город Москва, плюс W2 умножить на город Санкт-Петербург и плюс W3 умножить на город Екатеринбург. И вот у вас Y вот такой вот. Вот чем, значит, чем вот такая вот штука плоха? Вот. Ну, возможно, у нас данные так устроены, что если есть единица, то она только в одном месте. И только непонятно, конечно, почему это мешает. А, да. Чем это плохо, что единица в одном месте? Сейчас, ну, вроде бы... Ну, если, например, это же единственный признак, да? Да. Ну, вот я считаю, что вот так вот у меня все. Ну, тогда непонятно, зачем омега-0, ведь если там, например, город Москва, то мы получаем в ответе омега-0 плюс омега-1, в Санкт-Петербург то омега-0 плюс омега-2, если в Санкт-Петербург то омега-0 плюс омега-3. Мы можем вместо омега-0 заменить на омега-1 плюс омега-0. Да. То есть возникает некоторая избыточность. Избыточность вот в этих вот чиселках. Ну, а выражается эта избыточность, то есть избыточность в количестве параметров. Ну, а, собственно говоря, формально она выражается в том, что если вы нарисуете матрицу объект-признак, у которой будет, в один из столбцов будет просто состоять из единичек, как подразумевается единичка, да? А вот все остальные столбцы будут устроены вот так, как здесь написано. Что вы можете про эту матрицу сказать? А, то, что Москва плюс Санкт-Петербург плюс Екатеринбург равно единице. Да, и это означает, что столбцы будут нелинейно-независимыми. И поэтому, как я сказал, линейная регрессия сойдет с ума. Поэтому, когда используют линейные модели, вместо вот этого OneHotEncoding используют его некоторую модификацию под названием DUMB Encoding, которая просто выкидывает один из этих столбцов какой-то. Вот. Ну ладно, это было некоторое отступление. Давайте вернемся к нашим решающим лицам. Значит, в чем здесь может возникнуть проблема с вот этими вот двумя фичерами Potence. Давайте представим себе, что у меня есть категориальный признак. И у этого категориального признака очень много значений. Скажем, 100. Тогда, если вы используете OneHotEncoder, тогда вы создадите 100 новых переменных. Ну и, в общем, неудивительно, что среди вот этих вот, что какие-то из вот этих вот новых переменных, которые вы создали, новых колонн, которые вы создали, что они будут часто выбираться в решающем деле. Просто потому что их много, и вероятность того, что какая-то из них будет выбрана, она будет больше, чем, например, представьте себе, что у вас есть два признака. Один признак, например, числовой. Просто вот одна колонка числовая. И еще тысяча колонок, которые просто сделаны из одного категориального признака. Тогда те колонки, которые соответствуют этому категориальному признаку, будут выбираться при построении этого дерева достаточно часто. Просто потому что их много. Выбрать одну из тысячи, довольно большая вероятность. И поэтому вот эти вот штуки, они будут давать непропорционально большой вес вот тем самым переменным, которые являются категориальными с большим количеством возможных значений. Называется большой cardinality. Вот. Несколько более корректным способом оценки feature importance при построении решающего леса. И является следующий. Значит, это называется перестановочный способ. По-английски permutation. Как-то permutation-based feature importance, что-то в этом роде. И это в некотором роде самый честный способ оценить важность конкретного признака. Он состоит в следующем. Значит, мы хотим понять, насколько плохо будет работать дерево, если мы какой-то признак выкинем. Ну, на самом деле, не обязательно дерево, а прямо вот весь решающий лес. Ну, теоретически, можно, конечно, было бы обучить лес на выборке с этим признаком и на выборке без этого признака. Но тогда у нас как-то меняются свойства этого леса, а именно он там по-другому будет выбирать признаки. В общем, короче говоря, мы хотим, чтобы количество признаков было бы тем же, каким было. Но при этом мы хотим выкинуть всю информацию, которая содержалась в каком-то из признаков. И делается это так. Значит, обучаем, например, дерево на модифицированной выборке. А именно вот у нас была какая-то обучающая выборка. Мы взяли признак, который нас интересует, и его перемешали все его значения. Значит, вот все признаки остались какими были, у-ки остались какими были, правильные ответы. Но вот один из признаков мы просто перемешали абы как. Тут это именно переупорядочивание, то есть здесь нету никакого, как бы это выборка, это просто переупорядочивание, то есть выборка с возвращением. Случайное переупорядочивание. Зачем нужна эта процедура? Эта процедура как бы уничтожает всю информацию, которая содержалась вот в этом признаке. То есть представьте себе, например, что у меня вот этот признак, он был как-то скоррелирован с целевой переменной. Представьте себе, что у вас здесь были какие-то числа, скажем, количество домашних заданий, которые выполнил студент, а у вас была еще целевая переменная, это итоговая оценка этого студента. Понятно, что между этим признаком была корреляция. А когда вы вот этот признак перемешиваете, то фактически теперь у вас в одной строчке есть итоговая оценка какого-то студента и есть то, сколько домашних заданий выполнил какой-то другой студент. Понятно, что теперь никакой корреляции нету, и после такого перемешивания эта колонка не несет никакой информации про целевую перемену. Соответственно, дальше мы делаем следующее. Мы можем, ну, это в целом такой общий метод оценки фичи импотенса. В принципе, он довольно универсальный, для любого алгоритма подходит. А именно, вы можете обучить один алгоритм на настоящей выборке обучающей, другой алгоритм на обучающей выборке с вот таким вот испорченным признаком, и дальше, например, на отложенной выборке посмотреть, какой алгоритм лучше работает. Ну, понятно, что, скорее всего, тот алгоритм, который использовал этот признак, для которого этот признак был настоящим, он, наверное, будет работать лучше. Вот то, насколько он лучше работает, и есть важность этого признака. насколько его добавление в модель позволяет улучшить качество предсказания. Ну, или наоборот, насколько его убирание из модели с помощью вот такого перемешивания ухудшает качество предсказания. А почему мы именно перемешиваем и не просто удаляем признак? Ну, потому что, если вы удаляете признак, то у вас все меняется. У вас меняется, ну, как бы, то есть теперь у вас ваш алгоритм, допустим, если это, если это именно решающий лес, он должен, он должен выбирать признаки из другого множества. и, в общем, как-то это немножко, то есть, в принципе, можно, но... Но это множество почти точно такое же, кроме... Ну, похоже, но как-то это выглядит чуть-чуть менее корректной процедурой. Вот. Значит, в случае с... Как бы, если говорить про вот этот метод в общем случае, то можно смотреть именно на изменение качества предсказания на отлаженной выборке. Значит, смотрим на... В случае с лесами можно этот метод модифицировать. Дело в том, что каждое дерево, поскольку у вас именно случайный лес, каждое дерево в процессе своего обучения, оно не видело части данных, которая просто не попала в ее обучающую выборку. И вы можете использовать эту часть данных, которая не попала в обучающую выборку в качестве вот этой самой отложенной выборки. вы можете... Как бы, у вас за бесплатно вам дают... За бесплатно каждое дерево можно посмотреть на то, насколько хорошо оно предсказывает на вот этой отложенной выборке. Значит, для лесов... можно оценить изменение качества предсказания в результате перемешивания признака. на... на... Это называется out of back. Значит, out of back выборки. То есть выборки, которая осталась неиспользованной при построении данного дерева. Ну, а потом все... А потом усреднить эти штуки. Это не совсем то же самое, что честно посмотреть, как будет ухудшаться качество предсказания всего леса, но это что-то очень похоже. Вот. Ну, вот значит, одна из вещей, которые можно смотреть в решающем лесе. То есть можно, по крайней мере, посмотреть, какие переменные, насколько активно он использовал при построении соответствующей предсказательной функции. Ну, вот то, что я сегодня хотел рассказать. Есть ли какие-нибудь вопросы? Можем вот по самому началу вопрос? Давайте. Наверное, давно надо было спросить. Вот когда мы смотрим расспрос и смещение, мы же смотрим это над точкой, вот. Ну, да. А лос мы смотрим по всему распределению. Ну, да. По хорошему надо было бы все это усреднить еще, значит, здесь добавить, сказать, что у меня х тоже распределен по какому-то, что есть какое-то маргинальное распределение х. И по-хорошему на все вот эти вот формулы нужно еще навесить от ожидания по этому х. Ну, да. Вот я к тому, что над каким-то хами могут быть сильно коррелированы, если есть мало. ну, это правда, это правда, да. Ну, вот я говорю, что вся вот эта вот история, это, конечно, некоторый модельный пример. На практике может получиться что-то другое, но вот нам нужны какие-то простые примеры, про которые легко думать, вот мы про них думаем. Честно, вот еще вот про модельность. Разве мы не можем сказать, что давайте стандартизируем целевую переменную так, чтобы мотождение одинаковое было в виде сперсии тоже? Ну, так у нас же все-таки сейчас стандартизировать целевую переменную. Нет, ну, сейчас. У нас же вот эта вот штука, это дисперсия предсказаний, которые у нас возникают, когда мы обучаем конкретный алгоритм машинного обучения, обучаем на разных данных, которые у нас сгенерированы из одного и того же распределения. Ну, то есть, в принципе, мы, конечно, можем, ну, то есть... Да, я понял, чем проблема. То есть, конечно, для конкретного алгоритма вот эта штука, это, значит, какая-то штука, которая меряется в единицах измерения целевой переменной. Конечно, изменяя единицу измерения целевой переменной конкретную вот эту вот аитую, мы можем модифицировать, сделать этот самый сигма квадрат какой угодно, но при этом у нас все изменится. Значит, это не разброс целевой переменной самой по себе, это именно разброс предсказаний. Ага, забыл спросить, интерпретация нужна для чего еще, кроме вот этих вот всяких общений с людьми? Нет, ну, в целом, но в целом, это такой, ну, это такой философский вопрос, типа, чего вы хотите? Вы хотите черный ящик, который, про который вы вообще не понимаете, как он работает, но который работает, может быть, чуть-чуть получше, или вы хотите интерпретируемую модель, про которую вы понимаете, как она работает, но который может быть работать чуть-чуть похуже. философский вопрос о том, что лучше. С одной стороны, наверное, вы хотите ту модель, которая лучше работает, и, может быть, вам не важна, не важна интерпретируемость. С другой стороны, если интерпретируемости нет, то есть риск, что вы в какой-то момент напоритесь на какой-то режим работы, когда ваша модель начнет работать категорически не так, как вы хотите. То есть, она в 99% случаев, которые у вас попали в вашу, ну, там, в вашу эволюэйшн, она работает чудесно, но в реальной жизни возник там 0,1% случаев, в которых она работает ужасно. Например, если вы проектируете, ну, допустим, почему нам каждый год обещают, что вот в ближайшие два года города заполонят самоуправляемые такси, они все никак не заполоняют. Ну, потому что мы можем сделать там систему распознавания образов, которая в 99% случаев будет отличать пешехода от столба, но, значит, даже если она в 99% случаев это делает, если она ошибается в 1% случаев, то это очень плохо. и может так оказаться, что просто у вас, как бы, даже делать, может так оказаться, что у вас она не может их отличить при каком-то специфическом освещении, при каком-нибудь специфической погоде, и вы не можете учесть все эти факторы, то есть вы не можете даже проверить на всех этих комбинациях, всех этих факторов, потому что их слишком много. И если у вас нет интерпретируемости, то вы никогда не застрахованы от того, что ваша модель сойдет с ума на какой-то редкой комбинации факторов, про которые вы просто не думали, что ее нужно этой комбинацией факторов проверить. Но в целом это такой философский вопрос про интерпретируемость. Но, как правило, вы все-таки хотите не просто черный ящик, а хоть что-то понимать про данные. Ну, вот, например, вы хотите понимать, какие фичи оказались важны. И это какая-то такая ценная информация, например, потому что вы, может быть, захотите, допустим, если вы видите, что эти фичи важны, ну, окей, может оказаться, что у вас может быть у каждой фичи какая-то своя стоимость сбора. И, может быть, вы хотите сделать модель, которая будет использовать не все фичи, а только там самые важные, три, допустим, потому что все остальные дорого собирать. Вот, тоже возможный вариант. Зачем вам может понадобиться какая-то интерпретируемость модели? Ну, в общем, иногда полезно, иногда полезно понимать, что происходит внутри черного ящика. Вот, еще вопросы? Хорошо, но если вопросов больше нет, тогда... Можно вопрос один? Вот в первой части лекции, вот когда, ну, мотивация была, мы все-таки усредняли по... Ну, вот в самом начале мы смотрели по... у нас был один какой-то фиксированный набор данных, и дальше мы хотели выбрать там алгоритмы, которые слабо скрелированы, да? Да, да. Ну, то есть, ну, смотрите, вот в истории с Бэггином можно считать, что наш алгоритм, он такой двухшаговый. Первый шаг. Из нашего исходного набора данных генерируем новый набор данных. Второй шаг. Обучаемся на этом новом наборе данных. То есть, такой, как бы, пайп. И вот тогда можно считать, что вот как бы вот эти вот самые наши... Вот то, что у нас вот здесь вот называлось один и так далее а-н, это просто... Ну, вот давайте считать, что мы зафиксировали способ вот этого генерирования новых датасетов. Он определяется каким-то рандом сидом. Вот мы их зафиксировали, и вот это вот наши теперь новые... Значит, каждый из вот этих вот алгоритмов, он устроен так. Мы сначала с помощью конкретного сида генерируем новые данные, а потом обучаем исходное наше дерево или что там у нас будет. Про это был вопрос или про что-то другое? сида генерируем. Сида генерируем.